В мире ежегодно регистрируется до 40 миллионов случаев инфекционных заболеваний. В России отмечается рост заболеваемости эпидемическим паратитом, корью, энтеровирусными и острыми кишечными инфекциями, а также гепатитами А, Е и С. Причем количество ВИЧ-инфицированных составляет около двух миллионов человек. Регистрируемые инфекционные болезни – это лишь малая часть истинного распространения инфекционной патологии, подчеркивают специалисты. Угроза безопасности жизни человека существует всегда. Эта угроза может быть природной, а может быть искусственно созданной. И в чем особенность именно биологической безопасности? Что с одной стороны это угроза естественная природная, это возвращающиеся инфекции, это новые инфекции или, скажем так, эволюционирующие инфекции. Сейчас довольно-таки активно обсуждается такое движение, как биохакерство, когда, по сути дела, у любого человека, более-менее обладающего определенными знаниями, появляется возможность из реактивов, купленных в магазине, иногда по интернету, в условиях самых элементарных практически, как на сленке принято говорить, в условиях гаража создать искусственно биологическую конструкцию, которая, по сути дела, будет по своим характеристикам соответствовать естественному возможному возбудителю. В России до 2020 года принята серия приоритетных мер по борьбе и предупреждению распространения инфекции. Это и обеспечение лекарственной терапии, импортные препараты и вакцины заменяются отечественными иммунобиологическими препаратами, появляются современные методы лечения и проводится профилактика заболеваний. Во время высокого роста миграции во всех регионах проходят специальные санитарные мероприятия. Лидирующую позицию в этом аспекте занимает Краснодарский край. На территории края в последнее время, в течение года, осуществляется очень большая миграция населения. Это связано с тем, что край после Олимпийских игр и с строительством большим Сочи стал стартовой площадкой для многих мероприятий, как краевого, международного и федерального значения. Безусловно, в крае накоплен большой опыт при подготовке таких международных мероприятий и их проведении в части инфекционной безопасности. Инфекционная служба края и другие ведомства отработали в рамках подготовки этих мероприятий свое взаимодействие. И вот этот колоссальный накопленный опыт сегодня, вот в четвертый раз мы всех приветствуем на территории нашего края, будут передаваться инфекционным службам и службам, которые взаимодействуют по эпидемиологии во всей Российской Федерации, будут транслироваться на всю Российскую Федерацию. Мы очень рады приветствовать Министерство здравоохранения Российской Федерации. От лица администрации приветствуем всех на этой земле и всей территории, 86 субъектов Российской Федерации приехало сегодня более 450 представителей от наших регионов Российской Федерации. Будут получать этот опыт, внедрять у себя и все это направлено для того, чтобы мы с вами могли вовремя диагностировать, лечить и быть полезными нашим людям, нашему населению. Безусловно, в крае очень много уделяется вакцинопрофилактике. Сегодня мы с вами знаем, что грипп у нас с вами сезон и вакцинопрофилактика, которая проведена в крае в 2016 и 2017 году, позволила значительно в два с лишним раза снизить заболеваемость этим грозным заболеванием, потому что грипп очень сложен тем, что у него сложные, тяжелые, потайные, бывают осложнения. Безусловно, мы в числе лучших в Российской Федерации, сегодня мы услышали это в докладе нашей Ирины Викторовны, что вместе с Республикой Тува мы в числе первых, кто провели вакцинацию, больше чем 50 процентов жителей нашего края прошли вакцинацию, это 2,6 миллиона человек, 53 процента. И вот эти хорошие результаты, конечно же, необходимо транслировать для населения, чтобы они по-прежнему были приверженцами вакцинопрофилактики, это дает свои результаты. Кроме того, в крае по 12 инфекционным заболеваниям проводится вакцинация в эпид-сезоны. Это позволяет также снизить в 9 раз по лептоспирозу заболеваемость, снизить в 1,6 разах по вирусному гепатиту Б, по эпидемическому паратиту. Из числа вновь проводимых вакцинопрофилактики заболеваний, это ротовирусная инфекция, мы с вами знаем, что сегодня она у всех на устах, как острое кишечное заболевание. Это позволило у детишек в 98 процентов снизить обращаемость по экстренной госпитализации, 86 процентов снизить при обращении в поликлинику, количество случаев обращения у детей. Кроме того, вакцина управляемая профилактика позволила снизить заболеваемость в целом по инфекционным заболеваниям в крае в 1,3 раза. Я думаю, что вот это проведение таких конференций позволит не только у наших специалистов министерства, у специалистов именно ведомства здравоохранения, приверженности к такому методу профилактики, но и у населения. Потому что в крае очень многие после того, как увидели эффективность по осложнениям после гриппа, обращаться и сегодня просто население уже просит само, обращается для того, чтобы провели вакцинопрофилактику. Это очень большой показатель и очень нас всех радует. Во время пресс-брифинга прошли приемы в формате видеовопросов. Ведущие специалисты страны ответили на все интересующие жителей вопросы. В рамках четвертой всероссийско-научной практической конференции предусмотрено множество лекций и семинаров, по итогам которых во всех крупных лечебных учреждениях пройдут мастер-классы. Вы в курсе, что в Сочи учились работать с опасными инфекциями? Специалисты в области инфекционных болезней, эпидемиологии, микробиологии, клинической иммунологии и фармакологии, фтезиатрии, дерматовенерологии, лабораторной диагностики, а всего 700 профессионалов из разных регионов страны приняли участие во всероссийской научно-практической конференции «Социально значимые и особо опасные инфекционные заболевания. Стратегия и противодействие». Здравствуйте, я Инга Габеша и на канале ФКТ. Время программы в курсе. В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. В Краснодарском крае эпидемическая ситуация сейчас стабильная, но расслабляться нельзя, считают медики. Всегда существует риск завоза инфекций в связи с высоким уровнем миграционных потоков, большим количеством туристов. Например, в период подготовки ко Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи опасались инфекции из жарких стран, лихорадки Денге или малярии. Но, заявляют специалисты, во время ВФМС-2017 опасных инфекций в Сочи не выявлено. О проблемах инфекционной безопасности, вопросах по диагностике и лечению социально значимых заболеваний мы сегодня поговорим с главным врачом инфекционной больницы номер 2 Дмитрием Завором. Здравствуйте, Дмитрий Леонидович. Добрый день. Спасибо, что стали гостем нашей программы. В Сочи прошли сразу несколько крупных конференций в эти дни, посвященных профилактике распространения инфекций и борьбе с ними. Вот как вы думаете, почему сегодня эта тема вышла на такой уровень? Ну, наш съезд является четвертым инфекционистом. В съезде задействованы не только врачи, занимающиеся инфекционной патологией, но и эпидемиологи, специалисты в области лечения туберкулеза, ВИЧ-инфекции. Съезд носит международный характер. Участвуют представители как стран Западной Европы, так и стран Восточной Европы приезжают. Поэтому из года в год обсуждаются актуальные вопросы, которые носят, скажем так, системный характер и решать, который надо вместе, отдельно. Разным специалистам, представляющим и сообщество инфекционистов, эпидемиологов. То есть достойный отпор этим всем инфекциям можно дать только сообща? Только сообща. Обсуждаются самые разнообразные проблемы от банальных острых респираторных вирусных инфекций и заканчивая проблемами лечения ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, особо опасных инфекций в том числе. Упор имеют именно в том числе и заболевания особо опасные, по старой номенклатуре. Сейчас это просто обозначается как болезнь. Международный перечень инфекций карантинных, особо опасных, он выделяется отдельно. И этому выделяется очень большой вопрос. Вопросы заноса на территорию, предотвращения заноса на территорию. В нашем случае это конкретно взято муниципальное образование, город Сочи. Соответственно, риск заноса особо опасной карантинной инфекции существует с того момента, как город Сочи стал активно участвовать в различных международных мероприятиях. Олимпиада, по сути дела, дала толчок к развитию. И наши инфекционные службы на территории строительства, новые больницы в том числе, как бы, да, это именно по олимпийской программе была построена. Ну, соответственно, риски заноса геморрагических лихорадов, высокоподогенного гриппа, они стояли сразу. И в период подготовки мы уже тогда отрабатывали мероприятия по перепрофилированию нашего ЛПУ в условиях строгого противогеннического режима работы именно в этих условиях. Неоднократно проводились учения, оттачивались какие-то моменты, нивелировались недостатки, выявленные в процессе учения. Весь персонал в той или иной степени, независимо от того, является ли он техническим или медицинским, участвовал. Весь персонал проходил определенного вида подготовку, ну, согласно своей специальности. Я вам хочу сказать, что уже тогда у сотрудников был большой интерес к этому, да, то есть, к оттачиванию, мастерства, так скажем, в процессе учения. Ну, мы это дело продолжаем. Там у нас ежегодно проводятся не менее трех учений, в той или иной степени сложности. Отрабатываются в том числе вопросы межведомственного взаимодействия с органами Роспотребнадзора, МВД. В этом году учения мы отрабатывали межведомственное взаимодействие с Министерством обороны Российской Федерации. Показательные учения инфекционистов прошли в рамках вот последней ноябрьской конференции. Специалисты демонстрировали, как они будут реагировать на выявление особо опасных инфекций у пациентов. Так вот, каков итог этих учений? Положительный. Все все поняли? Все все поняли. В рамках съезда идет учебный цикл. Именно по особо опасным инфекциям. По старому. Курсантов в этом году участвовало в учениях порядка 50. Это специалисты, которые приехали посмотреть, как это делается, как действует персонал, у которых возникло очень много вопросов. по данной конкретики. Эти люди отвечают на своих территориях за инфекционную безопасность. Они пытаются или проводят учения у себя на территории, в том числе. Поэтому обмен опытом очень хорошо. Дмитрий Леонидович, представители других стран конференции не раз отмечали опасность так называемого биохакерства. Что это такое и чем оно опасно? Это очень широкое понятие. Я бы, наверное, упростил момент. Есть риск вспышек особо опасных инфекций, как биотерроризм, как оружие бактериологическое. И сейчас поднимается вопрос о персональных генетических данных людей. То есть вопрос уничтожения биоматериала после проведения определенных исследований, предотвращения информации в другие страны, вывоз и все. Если говорить об оружии массового поражения как применение определенных вирусов и бактерий, это вопрос очень скользкий. В том плане, что та страна, которая его применила, не застрахована от того, что это прилетит к ней. Все равно масштабы вакцинации глобальны. Если мы рассматриваем вакцинацию от особо опасной инфекции страны с населением где-то 200 миллионов, это достаточно сложный момент в любом случае. Что касается биоматериала обследуемых пациентов, тоже вопрос достаточно неясный в настоящее время, потому что Россия – это не замкнутый этнос какой-то. поэтому говорить о том, что у нас четкий генетический код у каждого человека одинаково невозможно, как и США, как и Германия. Это достаточно крупные страны. По направлению на конкретно взятого человека, это тоже из области пока фантастики. И надеюсь, так и будет. Успокоили, спасибо. Что касается вакцинации, о которой вы сейчас упомянули, здесь у нас в Сочи она дает свои блага? Сейчас активно проводится вакцинация от гриппа. Очень хорошие показатели по вакцинации населения. В целом Краснодарский край более 50% вакцинации сейчас дают вакцинацию от гриппа. Ну, смысл вакцинации не заключается в полном предохранении от заболевания гриппом тем же самым. Сводятся на нет риски тяжелого отечения заболевания и практически летальности от него. Поэтому заболеть можно, но заболевание будет протекать в легкой, максимум средне-тяжелой форме. Вот смысл вакцинации. Соответственно, кроме вакцинации, надо еще иметь в виду моменты недопущения заражения окружающих больным. То есть, по большому счету, у нас люди героически ходят на работу, заражая всех вокруг. Вместо того, чтобы отсидеться несколько дней дома, проскочить период заразности и потом спокойно выйти к коллегам. К сожалению, вот этот момент тоже надо учитывать. Однозначно. Но вы говорите 50%. А вот вы чувствуете, специалисты, результат. Да, мы чувствуем результат. Сейчас еще волна гриппа не началась, как бы в полном объеме. Это единичные случаи. Но по прошлому году у нас тоже были очень хорошие показали. Более 40% города был привит, наконец, прививочной кампании. И количество больных тяжелыми формами гриппа значительно ниже. И опять же о профилактике. Какие инфекции сегодня заслуживают особого внимания как врачей, так и пациентов? Социально значимые у нас инфекции гепатит ВИЧ. Сейчас это достаточно серьезная тема и по стране, и в мире в целом. Охват противовирусной терапии населения. Прежде всего ВИЧ-инфекция противовирусной терапии. Потому что в настоящее время появились эффективные препараты, которые позволяют пациенту жить бесконечно долгое время, предназначенные ему судьбой. Это все хронические медленные вирусные инфекции. Просто достаточно большая инфицировка среди населения. По гепатиту С тоже хорошие результаты. Сейчас дает новая противовирусная терапия. Как новая, она условно новая. Новые препараты и сейчас создаются в этой области. С хорошей эффективностью, более 90%. Поэтому проблема будет рано или поздно решена. Сейчас она начинает решаться, так скажем. Большое внимание этому уделяется Министерством здравоохранения Российской Федерации, Коснодарского края. Существуют определенные программы терапии. Лечением ВИЧ-инфекция занимается профилактика СПИДа. В общем, не могу в полном объеме про это говорить. Но готовятся большие крупные программы по лечению вирусного гепатита С в том числе. С гепатитом В ситуация сложнее, ввиду того, что он достаточно быстро приобретает резистентность препарата противовирусного. То есть, каждый выход нового препарата считается, по лечению гепатита В, считается прорывом. Спустя 5-7 лет вирус приобретает определенную видорезистентность и уже, скажем, таких восторгов в лечении не вызывает. Ну, сейчас создаются тоже новые препараты по терапии. Идет в ряде стран клинические испытания. Ну, посмотрим, что будет и как. Что касается заноса на территорию карантинных, там, особо опасных инфекций. Ну, мы всегда учитываем, какие страны будут присылать сюда своих представителей. Если, скажем так, взять последнее мероприятие, Международный форум молодежи и студентов, достаточно много стран было из Азии и Африки. Соответственно, риск заноса малярии, геморрагических лихорадок. Что, слава богу, геморрагических лихорадок у нас еще заноса не было. Да, и вот еще одна инфекция, которая определенное время в Сочи была на слуху. Да, это вирус ЗИКа, который также переносится комарами, а климат у нас подходящий. Успешны ли были меры профилактики? На территории Краснодарского края, по Черноморскому побережью, да, переносчики ЗИКа есть. Компания прошла успешно. Бороться не пришлось? Мы проводим исследования у пациентов на ЗИКа при подозрении. Там есть определенная клиническая симптоматика, эпидемиологические предпосылки для проведения. Мы в тесном взаимодействии с органами Роспотребнадзора в данном плане. Вообще по работе всегда в тесном взаимодействии. Поэтому проблем с направлением биоматериалов на исследование у нас не возникает. В общем и целом. Следующий момент. На период проведения любых международных мероприятий проводится усиление по диагностическим лабораториям по всему. То есть у нас здесь работают противочумные институты, так скажем, усиливают специалистов, система, как бы все свои. Поэтому в любое время дня и ночи наши специалисты могут поднять вопрос о срочной диагностике геморрагической лихорадки, чумы, сибирской язвы. То есть все держат руку на пульсе. Все держат руку на пульсе. Все прекрасно понимают, что надо максимально предотвратить занос. Карантина особо опасно. Инфекция на территорию муниципального образования. Уделяется этому очень большое внимание. Чемпионат мира по футболу предстоящий. Мы просто не знаем, какие команды будут участвовать на территории Сочи. Но в Кубок конфедерации приезжали болельщики Камеруна, Мексики, той же самой Чили. Где есть достаточно экзотические вещи, которые для нашей страны не очень характерны. Но занос на территорию мог быть. Поэтому тоже отслеживались все пациенты, обратившись с нами к помощи с признаками инфекционного заболевания. Проводились определенные исследования для исключения заноса на территорию карантинных особо опасных инфекций. Каждое международное мероприятие мы это делаем. И перед каждым международным мероприятием мы отрабатываем на учениях командно-штабных, либо тактико-специальных. Те или иные моменты, которые будут иметь специфику именно при этом мероприятии. Исходя из того, что вы нам сейчас рассказали, можем делать вывод, что сегодня при жалобах на головную боль, температуру и озно пациенту не напишут диагноз ОРВИ и просто так не отправят болеть домой. Проще говоря, наши сочинские врачи имеют достаточную подготовку, чтобы вовремя выявить опасные инфекции у пациента. Верно? При выявлении больного работают не только специалисты больниц. Определенное время ложится не специалистов поликлиник, которые обслуживают данную территорию. То есть это вопрос осмотров, активных выявлений пациентов, направления их на госпитализацию, проведение исследований. Я хочу сказать, что у нас никаких проблем по взаимодействию с поликлиникой не возникает. Достаточно оперативно все. Мы скидываем необходимую для них информацию. То же самое делают органы Роспотребнадзора при выявлении очага инфекционного заболевания. И в полной мере владеет и управление здравоохранения, и городской штаб. Ну и посоветуйте, Дмитрий Леонидович, какие меры профилактики в преддверии зимы мы можем предпринять сами дома? Профилактика вирусной инфекции – это минимизация контакта с больными, как мы уже с вами обсуждали, и вакцинация. Каждый год по вакцине дается установка, какой вирус ожидается, какой же там вируса гриппа. Ну, вот информация дается, в ответ вырабатывается определенное количество или закупаются вакцины, так скажем, отечественные или импортные, неважно. У нас вакцины сейчас очень неплохие, поэтому прививаться импортные или отечественные, я, если честно, сейчас не вижу никакую разницу. Мы соответствуем стандартам, и этот вопрос поднимался на последней конференции Биотехмеда, который состоялся в Геленджике, стояли вопросы и по фармпроизводству, и по производству вакцин наших отечественных, и перечень постоянно расширяется, так или иначе. Поэтому два основных момента. Понимаете, вы можете кушать мороженое на ледяном ветру, это не значит, что вы заболеете. Но если вы проконтактировали активно с больным высокопатогенным гриппом или просто гриппом, то есть вероятность заражения достаточно высокая. То же самое касается краснухи, кори. То есть не только врачи должны держать руку на пульсе, но и сами граждане. То есть определенные нормы личной гигиены, личной безопасности, их просто надо соблюдать, и тогда риск заражения любым инфекционным заболеванием будет минимизирован. В этом году мы отмечаем уменьшение больных социально-пищечными инфекциями. Я вам хочу сказать, это и в целом по больнице, и по городу в том числе. Я хочу сказать, что, по крайней мере, осторожность нашего местного, сочинского населения, она стала гораздо выше. Такого, скажем, безответственного отношения к правилам личной безопасности, как в прошлом году, я не отмечаю. Среди местных. Что касается приезжих, туристов наших, которых мы всегда ждем, ну, вот как у меня всегда скалывалось впечатление, что приезжая сюда, они забывают о том, что можно заболеть, да, что... Так оно и сохраняется. То есть сами виноваты. Вы поймите правильно. Вы же тоже ходите на пляж, да, если муниципальный пляж вы придете, не какой-то там пляж-санаторий или что-то, вы увидите, что там огромное количество людей, которые просто все время едят. Едят, пьют, короче. Знакомая картина. Как можно ждать чего-то хорошего, если ты к 12 пришел на море, взяв с собой пакет с едой, а в 18-00 в состоянии легкого алкогольного опьянения, съев все это, ты идешь. Что ты ждешь? И дети твои то же самое кушают. Два часа можно даже быстрее это все выбрасывать, все, что вы принесли на жару. Какая бы у вас там сумка-холодильник веселая не была и хорошая. Поэтому... Сочинцы, они очень стали... Гораздо ответственнее относиться к этому. Отдыхающие, к сожалению, еще нет. Но снижение мы отмечаем, конкретное снижение. И это главное. В преддверии сезона здесь были специалисты Роспотребнадзора федерального, не протитерриториальных отделов. Осмотрели все. Все больницы, все инфекционные отделения, канализационные сооружения. То есть достаточно большая работа была проделана в течение практически двух недель. И это было тоже межведомственное взаимодействие. И специалисты Министерства здравоохранения Краснодарского края привлекались. И управление здравоохранением в ходе проведения вот этой, ну скажем так, инспекционной поездки. То есть повышенное внимание городу Сочи. Повышенное внимание. Активно отслеживается сопредельные территории, что происходит там в той же самой Абхазии. Какие пациенты к нам поступают, с чем. Тоже вопрос международного взаимодействия. Проблем-то нет. Стараемся, чтобы все было хорошо. Несмотря на то, что инфекционная больница номер 2 города Сочи, подведомственны вы Министерству здравоохранения Краснодарского края? У нас сюда и администрация Краснодарского края, и соответственно Министерство здравоохранения Краснодарского края огромное внимание уделяет вопросам инфекционной службы. Вообще, и вопросам инфекционной безопасности территории, не только города Сочи в частности. Идет обновление парка аппаратуры Идет создание Определенных материально-технических запасов В данном случае Как раз проведение чемпионата мира по футболу 2018 года Здесь же будут и базы спортсменов Тренировочные И проходить игры в городе Сочи И в Краснодаре Там будет много туристов Эти вопросы Точно так же определяются Принимаются пути решения Финансирование вполне достаточное Это я хочу сказать Что у нас парк аппаратуры Хорошо участвует Именно в преддверии чемпионата мира по футболу Поэтому внимание огромное И постоянное Спасибо Дмитрий Леонидович огромное За интереснейшую беседу И за полезные советы Напомню гостем нашей программы Сегодня был главный врач инфекционной больницы Номер 2 города Сочи Дмитрий Заворов На сегодня все Будьте в курсе Всех событий города Сочи До встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Субтитры сделал DimaTorzok